Добрый день, в эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии директор Института Бизнеса Лев Шварцблат. Лев Давидович, здравствуйте. Добрый день. По традиции упоминаю о сайте echokirova.ru. Есть там не только аудио, но и видеотрансляция нашего эфира. Кроме того, вы можете задать вопрос нашему гостю. Там на сайте есть специальная форма для этого предусмотренная. Хотелось бы начать с трагичной темы, которая обсуждается сейчас во всех, пожалуй, СМИ, федеральных и региональных. Это убийство Бориса Немцова, которое произошло поздно вечером. В субботу, 27 февраля, завтра на Троекуровском кладбище Борис Ефимович будет похоронен. С какими эмоциями встретили, Владимир Владимирович, эту новость? Ну, вы знаете, ничем нельзя оправдать, конечно, убийство человека. И там просто нет оправдания, потому что человек живет, у него какие-то планы, значит, там, он что-то собирается делать. И есть люди, которые его любят. И, значит, вот, когда происходит такое событие, это, ну, нельзя ничем оправдать. Какие бы там версии не выдвигали, они, конечно, имеют право на жизнь. Мне кажется, самое главное в этой ситуации, чтобы были найдены и заказчики, и исполнители. Потому что только неотвратимость наказания, она может предотвратить новые случаи, которые, к счастью, у нас давно в стране уже не было. Но, наверное, нет ни одной страны мира, которая могла бы сказать, что мы на 100% гарантированы от происходящего. Конечно, это очень трагическое событие, очень печальное. И Борис Ефимович действительно очень большой вклад внес в историю нашей страны. Но еще раз хочу сказать, что ничем нельзя оправдать убийство никакого вообще человека. Поэтому я очень надеюсь, что оно будет раскрыто, и те, кто виновен, они будут наказаны. Вы не сомневаетесь, значит, да, что убийство это заказное? Ну, мне сложно представить, что кто-то вот там, ну, ради каких-то таких, значит, вот, то есть оно действительно заказное, а не случайное, ну, судя по той картине, которую я рассказывал, блядь ли, значит, это было случайно, значит, другое дело, кто это заказал, а с какими целями? Вот тут самые разные версии возможны. У меня какой-то там, так сказать, версии, что именно вот это или это, пока нет. Вот посмотрим, что будет дальше происходить. Есть ли у вас, возможно, мысль о том, что, ну, все мы считаем, все мы знаем прекрасно, да, что громкие убийства в нашей стране все-таки 90-е, в первую очередь, годы, да? Возможно ли сейчас возвращение вот в такое смутное время, учитывая тяжелую социально-экономическую ситуацию и разброд мнений, отсутствие единой позиции по каким-то важным вопросам? Ну, вы знаете, значит, у нас все время история, она ведь развивается по спирали, да, и мы, значит, ну, каким-то там событием возвращаемся, но все равно это всегда происходит уже на другом витке, на другом историческом витке. То есть буквально в 90-м мы, конечно, не вернемся. То есть и люди другие, если мы вспомним 90-е, это был все-таки развал Советского Союза, смена формации и, значит, вот эти все процессы, когда наложились, вот, значит, это привело к тому, что было там в начале 90-х, разгул преступности. Все-таки за эти годы и мы поменялись, и, значит, там, большинство людей привыкло жить там в нынешних социально-экономических условиях. Я бы не сказал, что она там какая-то пока очень тяжелая ситуация. Другое дело, что она может там ухудшаться, может улучшаться. Это зависит от многих факторов, в том числе от действий нашего правительства и от региональных властей. Поэтому буквально в 90-е мы не вернемся, вот. А куда будем скатываться, ну, время покажет, но очень бы не хотелось, что... Да, все-таки скатываться. Ну, знаете, там, нельзя на 100%, то есть, вот, чем ситуация 15-го года отличается от ситуации 9-го года. Не так давно мы проводили семинар в Сбербанке по стратегии и как раз разбирали, значит, и вот ситуация 2009-го года, то есть, я все-таки по базовому образованию физик. Мне тут очень удобно перевести такие физические термины, которые могут, так сказать, ну, более понятным сделать мою мысль. Вот, есть такое понятие, называется ламинарное течение. Ламинарное течение, когда, ну, более-менее, там, жидкость течет однородно, и, соответственно, вот, знаете, эта знаменитая задача, значит, вот, если, там, катер плывет по реке, значит, скорость реки такая, скорость катера такая, за сколько он, там, доплывет от точки А до точки В, если он плывет по течению, против течения, вы, значит, там, несложная математическая формула, и вы можете рассчитать. Значит, и в 2009-м году у нас, там, ну, как-то все скатывалось, но более-менее, так сказать, понятно. 2015-й год отличается тем, что, вот, знаете, когда вы летите на самолете, и, значит, вдруг самолет начинает болтать, трясти, значит, выявляет, что мы попали в зону турбулентности, нужно сесть и, значит, пристегнуть ремень. Это самая опасная ситуация для самолета, потому что она совершенно непредсказуема. И, значит, существует, конечно, там, уравнения математические, которые описывают турбулентность, но они все носят вероятностный характер. То есть при турбуленции возможно вообще, на самом деле, все, что угодно. То есть существует вероятность каких-то событий более вероятных, каких-то менее вероятных, ступеней любого события. Вот мы сейчас в такой период, как бы, неопределенности вступили. И вот посмотрите, значит, да, конец прошлого года, например, скачки доллара. То есть, ну, вот вспомните, например, вот, скажем, в марте прошлого года, обсуждая, да, мы бы с вами предположили, что доллар будет стоить 100 рублей. Наверное, это бы, так сказать, там, в марте прошлого года было бы весело, да, и рассматриваться как фантастика. А, значит, в декабре мы это наблюдали как факт. И есть люди, которые действительно по такой цене покупали, значит, доллары, и сейчас они, конечно, там, не очень приятная ситуация, но этот факт был. Поэтому, что будет происходить дальше, это, значит, невозможно, невозможен точный прогноз. То есть, как бы, значит, есть вероятность наступления любого события, в том числе и самых таких, так сказать, тяжелых для экономики, но, соответственно, раз экономика, то и на все остальные сферы жизни распространится. Ну, кстати, многие специалисты, экономисты, в том числе, они с нетерпением ожидали наступления весны. Весна началась у нас сегодня уже, 2 марта. То есть, говорили многие о том, что более-менее реальную ситуацию можно будет оценивать по прошествии вот первого квартала. Да, как раз-таки скоро он будет уже заканчиваться, и, возможно, появится какая-то определенная с твоей за год с этой точкой зрения. Да, то есть, и действительно, многие, тут, понимаете, как, тут вот начинают опять накладываться многие факторы, да, значит, вот, значит, существует, ну, вот, реальная экономическая ситуация. Вроде, вот, значит, когда мы с вами идем по городу, мы, значит, там, невыраженным глазом никаких изменений не видим. Машины ездят, люди ходят, магазины работают, ну, вроде, так сказать, там, никакой катастрофы не случилось, там, значит, на улицах никого не убивают, голодного бунта нет, да. Значит, многие предприниматели, действительно, там, январь, февраль, ну, как-то замерли, смотрели, а что будет? Ну, получается, что когда мы, так сказать, вот, ничего не делаем, мы вот этим, значит, вот этим своим поведением воздействуем на ситуацию. Например, мы думаем, так, ну, наверное, какие-то будут сложности, давай-ка я пока свой инвестиционный проект отложу. Один отложил, второй отложил, третий, это все отложилось, и вот, собственно говоря, чего там боялись, именно это и начинает происходить. Вот самое, как бы, там, печальное, если мы все начнем бояться и, значит, будем решать, что лучше ничего не делать, это только будет ухудшать ситуацию. Я, кстати, вот, чуть-чуть забегая вперед, хочу сказать, что вот, когда там антикризисные меры, значит, разбирают, да, очень есть такая популярная мера, как, например, сокращение зарплат бюджетников. Вот я категорически против этой меры. Я считаю, что вообще, значит, вот в 15-м году сокращение бюджетных расходов, это неправильно, ну, потому что давайте посмотрим на, там, рядового сотрудника правительства области или, там, региональной власти, муниципальной власти. Ну, это люди, в общем, которые зарабатывают какую-то зарплату, там, может быть, 20, 30, 40 тысяч рублей, то есть, это не какие-то сверхъестественные деньги. Получив зарплату, вряд ли они бегут в банк и покупают на всю свою зарплату доллары или евро, да. Скорее всего, они идут в магазин, ну, начинают пользоваться, собственно говоря, вот, услугами тех предприятий, которые есть у нас в регионах. Если у них сокращается зарплата, соответственно, они меньше тратят. Если они меньше тратят, там, другие, третьи, четвертых сократили, и мы все начинаем меньше тратить, у нас экономика вообще остановится. То есть, вот какой смысл в такой экономии, я, честно сказать, не могу понять. Я бы считал, что наоборот, надо увеличивать, вот как это сделали, скажем, в Америке, в европейских странах, вот, там, политика смягчения, она же заключается в том, что начинают выкупать, начинают деньги, например, вливать в экономику, и, наверное, в этой ситуации, вот, именно такой путь был бы более правильный. — Ну, опять-таки, где денег-то взять в условиях такой жесткой экономики? — Напечатать. — Включить печатный станок. — Да. А что в этом плохого? — Ну, в первую очередь, это, да, характерно для Соединенных Штатов, да, неоднократно в кризисные времена они прибегали к... — Вот нас запугает инфляция, но мы-то с вами ведь ходим в магазин, да, мы видим реальную инфляцию, она есть, да, и вот это вот закручивание ГАЯ к никакому, как бы, там, уменьшению инфляции не привело. А, значит, инфляция вкупе с сокращением расходов, ну, это вот как раз самое, кстати, страшное, что вообще для экономики может происходить, ну, на мой взгляд. — Ну, давайте теперь к антикризисным мерам. Как известно, еще в конце января антикризисный план был разработан правительством Российской Федерации, затем было дано поручение регионам. Такой же антикризисный план тоже разработать, создать до 16 февраля, там оставился срок. Ну, теперь вот эти планы есть, они на уровне области, на уровне страны. Вы смотрели их, изучали, как оценивать эти меры, ну, там, конечно, негативных отзывов по поводу федерального плана, да, когда существенная, основная доля средств будет выделена на поддержку банковской сферы и так далее. Насколько, чем это чревато? — Ну, нет, с одной стороны, конечно, это такая мера правильная, потому что, действительно, банки — это такая, ну, кровеносная система, если она закупоривается, то, в общем, там, в каком-то развитии вообще невозможно становится. И проблема заключается как раз в том, что, поскольку внешние взаимствования запретили, нужно было обеспечить банки фондированием, средствами для того, чтобы они могли хоть что-то вкладывать в экономику. В этом смысле это такой правильный шаг. Значит, если мы, ну, кстати, там, на более низкий, что ли, уровень перейдем, да, вот с точки зрения, там, региона и с точки зрения, там, конкретного предпринимателя, который работает и смотрит, как этот план на нем отразится, да, то есть он увидит какие-то вообще для себя выгоды, да, преимущества, плюсы или, значит, он вообще, так сказать, ничего не заметит, где-то там все наверху пролетело и, так сказать, вообще его никак не коснулось. Вот здесь очень важно как бы, очень важно говорить о чем? Значит, вот, во-первых, доступность кредитных ресурсов, да, мы знаем, что там ужесточили требования по выдаче кредитов и очень сильно выросли процентные ставки. То есть уже, так сказать, очень многие задумались о том, стоит ли им в этой ситуации вообще брать, а те, кто и хотел бы взять, они, к сожалению, вот доступа не имеют, да, то есть вот с этой проблемой тоже надо разбираться и ее надо решать. Во-вторых, вот сам антикризисный план очень существенно зависит от того, значит, какой регион разрабатывает. Вот, значит, скажем, антикризисный план города Москвы, там есть несколько замечательных пунктов, ну, например, там, заморозить ставки арендной платы или там снизить, значит, какие-то налоги и так далее, которые поступают в бюджет города Москвы. Мы сегодня обсуждали, значит, антикризисный план города Кирова, но, значит, бюджет города Москвы позволяет это сделать, а бюджет города Кирова, ну, как бы, возникают вопросы, да, можем мы это себе позволить, не можем, но, если не можем, что мы вообще можем сделать, да, то есть, понимаете, очень сильно это зависит от состояния бюджета, да, если у вас там антикризиский автономный округ, вы можете там одни меры предпринять, другой вопрос, а что можем мы вот в этой ситуации сделать? Ну, Киров бюджет порядка 9 миллиардов, да, как мы знаем, в 2015 году. Ну, вот, а при этом, значит, вот по оценкам, там, еще нужно еще столько же, чтобы вот обеспечить какое-то вообще, ну, так сказать, развитие, ну, на самом деле, сумма небольшая, но ее нету, надо исходить из тех, как бы, средств, которые вот в бюджете предусмотрены. Поэтому, вот, скажем, да, если взять, опять же, сравнить с 2009 годом, значит, тогда тоже такой план разрабатывался, и там, значит, вот, например, нашли такие меры, как, если помните, значит, начались вот эти продовольственные ярмарки на центральной площади, да, вот, их не было, когда начался 2009 год, покупательная способность людей упала, и так далее, значит, вот, значит, вели эти ярмарки, туда стали приезжать предприниматели из районов, у них реально, там, продукция намного дешевле, много людей приходят, и это и предпринимателям помогло, которые производят продукцию на кисбот, и людям помогло, как бы, сэкономить средства, потому что они покупают то, что им нужно, дешевле. Это очень хороший пример. Все, по сути, никаких затрат из бюджета, значит, мы не тратим, но еще такой аграционной меры мы, значит, ну, какой-то выход нашли. Вот я считаю, что нам надо, значит, вот, там, большинство планов, это сейчас просто текущий план деятельности. Вот чего делают, то и записали, ну, значит, назвали планом, значит, вам нужен план, да, вот у нас составлен, вот, мы, значит, комиссию создали, план сделали, отчитались, все, работа выполнена, да, будет реализован, не будет реализован, будет результат, не будет результат, план же есть. План есть, комиссия есть, все, мы работаем. Вот, нам не хватает таких вот идей, которые, ну, так сказать, того, чего не было в 2014 году, но что необходимо сделать в 2015, потому что экономическая ситуация существенно изменилась. — Ну, кто? Это правительство региона должно зарабатывать? — Совместно. — Совместно с экспертами? — Совершенно верно, да. — Совершенно верно, да. — А были такие уже продолжения? — Вот сегодня, как раз, я такое предложение внес вместе с Андреем Юрьевичем Мусенко, и сейчас мы такую небольшую рабочую группу вместе с работниками администрации составим и постараемся такие меры выработать. — Это на базе общественной палаты будет? — На базе торгово-промышленной палаты лиги предпринимателей. То есть мы, представляя интересы предпринимателей, постараемся совместно… То есть, во-первых, ну, значит, это формат немножко другой, да, то есть невозможно на совещании там скреативить какую-то идею, да, это там мозговой шторм. Но мозговой шторм проводится по другим правилам, чем совещание, то есть мы такой мозговой шторм проведем, постараемся какие-то меры выработать, предложить их, и чтоб они были реализованы. — Вы какие предложения будете вносить, у вас что уже созрело? — Значит, у меня из предложений, значит, вот общаясь с предпринимателями, на нас каждый день сваливаются все время последние там, год уже, можно сказать, все время негативные новости, да, вот после того, после последней позитивной новости о том, что Крым наш, все остальное, к сожалению, негативное. Санкции, запреты, санкции, запреты, война, санкции, запреты, война, ухудшение, безработицы. Это, значит, вот такой негативный фон, он крайне, так сказать, отрицательно действует на всех, но как бы отдельно надо выделить предпринимателей, потому что для них, значит, их ожидания, они имеют, ну, как бы экономическое воплощение. И, значит, вот в Германии, скажем, проводится такой барометр ожидания предпринимателей, именно то, как они рассчитывают, скажем, как будет экономика Германии развиваться. И этот барометр влияет там на фондовые индексы и вообще на состояние экономики, то есть прямо имеет свое экономическое воплощение. Поэтому я считаю, что нам надо сгенерировать какие-то позитивные новости, вот, например, там, зафиксировать ставку аренды или даже, может быть, ее снизить. Ну, то есть вот надо какие-то такие меры, которые доступны нашему бюджету, на которые какие-то позитивные новости дают предпринимателям. Потому что без этого рассчитывать, что начнет дальше развиваться, ну, сложно. И опираюсь на эти вот новости, да, на эти, ну, обещания, ожидания, что предприниматель может какие-то конструктивные уже вещи зарабатывать и строить планы определенные. В последнее время очень часто звучит вот этот термин «импортозамещение», да, насколько, на ваш взгляд, мы можем добиться все-таки вот этой линии, когда наши отечественные товары будут на прилавках и так далее, на уровне области, на уровне Российской Федерации. Ну, такой тоже очень сложный вопрос. То есть вообще говоря, что такое бизнес, да, вот, там, предприниматель видит какую-то нишу для себя, да, он вот видит эту нишу, он оценивает, и если он считает, что она перспективна, он начинает в этой нише развивать бизнес, да, то есть вот любое производство, да, там, скажем, значит, вот вы смотрите, скажем, что у вас, на ваш взгляд, не хватает какой-то категории, либо булочных изделий, да, вы думаете, да, вот интересно, можно этим заняться, там, вы открываете пекарню и начинаете эту продукцию производить, или вы считаете, что, например, там не хватает пирожных каких-то, или там тортов, или что-то, и вы начинаете это производить, да, то есть все, что вокруг нас есть, это, значит, ну, какие-то возможные ниши, да. Если у нас какая-то продукция ушла, образовалась ниша, да, и, значит, как показывает жизнь, это еще древнегреческий философ сказал, да, ничто не может быть, оно начинает чем-то заполняться. Вот, скажем, ввели, значит, эмбарго на ввоз продовольственной продукции, да, там, сыров, значит, и, если мы наблюдаем, то есть какое-то время полки опустили, сейчас они начинают заполняться, и там, значит, знакомые названия, ну, я вот все время смотрю, кто произвел, там уже Башкирия, Самара, Котельнич, и так далее, то есть наши предприниматели, значит, увидев, что, да, вот, на эти сыры существует спрос, образовалась ниша, имя никто, ну, как бы, не командовал, что вот, ребята, давайте занимайтесь импортозамещением. Они, собственно говоря, сами увидели нишу и сами ее стали заполнять. Да, может быть, пока там качество этой продукции не такое, к которому там привыкли потребители, но, значит, оно, как бы, меняется, оно улучшается, там, через какое-то время они будут вполне конкурентоспособную продукцию производить, собственно говоря, без всяких призывов они эту нишу заполнили. Они единственное, о чем беспокоятся, они говорят, вы нам скажите, на сколько лет вы санкции вели. Потому что если это, ну, на год, это одна ситуация, да, на пять лет, это совсем другая. Другая, известно, пока на год. Да, пока на год, вот. А мы же с вами понимаем, что, значит, что такое, скажем, увеличить производство сыра, да, вообще надо там начинать, ну, с кормов, с коров, ну, и так далее, да, то есть это, ну, явно за год не сделать. То есть если бы, значит, вот, уже сказали, что все, значит, это там навсегда, на 10 лет, ну, на какой-то точный срок, тогда, значит, предприниматели начинают свою деятельность планировать. Они понимают, что существует ниша, есть, там, 140 миллионов человек, которые, значит, продукты питания покупают, соответственно, значит, есть люди, которые любят сыр, там, вот такие виды сыров, и начинают этим заниматься, да. То же самое, ведь касается любой другой продукции. Если ее у нас нет, а на нее существует спрос, значит, точно найдутся предприниматели, которые согласятся этим заниматься. Больше того, вот, там, за последнее время мы такую тенденцию отмечаем, что у нас, ну, значит, опять же, вот, как бы, циклично все развивается, да, значит, было время, когда было очень выгодно строить недвижимость, давать ее в аренду, да, вот, построили очень много торговых центров, таких помещений, потом, поскольку их много, ставка стала снижаться, рентабельность упала. Люди, которые всем этим владеют, они накопили деньги. Теперь они понимают, что, там, рентабельность в этом бизнесе снизилась, плюс, из, там, свободных земельных участков уже практически нет, денежные средства есть, они бы с удовольствием куда-то вложили. То есть, для них, вот, импортное замещение, ну, как бы, прекрасно, значит, тут рынок существует, давайте, то есть, если нам гарантирован сбыт, мы с удовольствием будем этим заниматься. То есть, здесь, ну, каких-то даже особых призывов не надо, то есть, если, значит, тут ниша существует, она рано или поздно будет заполнена. — Ну, кстати, по поводу аренды площадей, в том числе торговых, по некоторым данным, значительно снизился спрос сейчас на данные объекты и многие торговые точки просто-напросто закрываются, уходят из этих помещений. Это действительно так? — Да. — Вот куда уходят эти люди? — Значит, вот эта тенденция будет продолжаться. Тут тоже несколько факторов. Во-первых, вот, когда бываешь за границей, даже, там, самых развитых странах, там, обращаешь внимание, что у них, ну, какое-то количество, там, какая-то вот есть цифра обоснованная, да, там, сколько процентов площадей, ну, вообще, как бы, если они закрыты, это нормально для экономики, так, скажем, точно не могу сказать, ну, скажем, 10, 15 или 20 процентов, да. У нас, значит, вот до последнего времени, ну, таких свободных площадей практически не было, да. Все, что построено, оно сразу, как бы, заполнялось. Это дело о том, что этот рынок, ну, был далек от насыщения. То есть он, значит, рано или поздно, как бы, даже развиваясь естественным образом, приходит к своему насыщению, когда нам уже такое количество, там, торговых мест не нужно. И тогда, значит, он начинает, ну, как бы, сам себя регулировать. То есть, значит, те, кто не могут платить вот эту высокую аренду, уходят, соответственно, ставки начинают снижать, и это все как-то урегулируется. А сейчас, опять же, в 2015 году на этот естественный процесс наложился. Процесс неестественный, связанный, ну, с общей экономической ситуацией. Вот пример мы с вами разбирали по поводу того, когда сокращается зарплата в бюджете. То есть мы прекрасно понимаем, да, раз у них зарплата сократилась, было условно, где, там, 40 тысяч, стало, скажем, там, 35, у них 5 тысяч рублей реально нет. Соответственно, они их не потратили, да, значит, то есть какой-то магазин или сфера услуг недополучил эти деньги. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, и они уже по этим причинам будут вынуждены закрыться, потому что они, ну, хотя бы, там, на уровне лентабельности уже, так сказать, дохода не имеют. Поэтому этот процесс будет продолжаться, вот, он усилится в 2015 году и, там, сейчас спрогнозировать, какое количество магазинов в городе Кирове закроется, пока сложно. Но, по вашим-то данным, их много уже? Ну, пока нет, пока нет. Опять же, мы с вами ходим, видим, что пока, как бы, не очень много, хотя уже даже, там, в таких крупных торговых центрах, как Джиммол, появляются, значит, тут пустые места, да, которые сдаются в ленту. Год назад этого вот уже не было, сейчас они уже, то есть, там, в Россиинке раньше было, в Европейском, сейчас уже и в Джиммоле стали появляться, то есть, тут, ну, как бы, несоответствие, там, скажем, ставки, аренды и, значит, того дохода, который на этом месте получается. То есть, вот этот процесс, он идет, насколько глубоко он зайдет, это, опять же, зависит от действий правительства. Если мы будем урезать, сокращать и, как бы, не пускать, то он может, ну, в самых таких тяжелых формах. Ну, безусловно, тут не могу не спросить про будущее центрального рынка. Вы следите за этой ситуацией. Да, как все жители городкированы. Да, планы известны, они озвучены городской администрацией. И вот, опять-таки, да, непростая экономическая ситуация. Менять, безусловно, надо этот формат, на ваш взгляд, да? Я вообще уже много лет сторонник того, что на центральном рынке должно быть только продовольственные товары. Я вообще за то, чтобы там вот промышленную продукцию полностью убрать в территории центрального рынка. Значит, вот, хотя те предприниматели, которые торгуют, они убеждают, что там есть люди, которые туда привыкли ходить, которые не могут ходить в магазины. Но, как бы, время меняется. Я думаю, что, значит, рано или поздно, ну, как бы, это произойдет. И если, значит, уж такая, как бы, там, называя барахолка, условно, да, там, чтобы никого не обидеть, там, везде это существует. Ну, конечно же, не на центральном рынке. То есть, в каком-то месте это может быть, и, значит, может быть, какие-то люди, которые там готовы покупать, они будут вот там это делать. А центральный рынок нам нужен именно как рынок продовольственник. Потому что у нас вот это поколение фермеров, к счастью, вырастает, но им нужен сбыт. А центральный рынок – это как раз вот самое удобное место для того, чтобы люди могли свою продукцию продавать, а мы могли бы купить то, что выращено фермером, и могли, значит, вот там, вот это место, там, такого фермера, вот у него там, картошка, вот этого, там, еще какие-то продукты, мы бы их уже знали, ходили бы к ним, покупали. Это вот самая лучшая была бы ситуация и для региона, и для жителей, и, самое главное, для фермеров, которых я очень много знаю, они действительно работают, и у них есть успехи, но вот и поддержать их с точки зрения продажи, вот это наша общая задача. У этих фермеров, возможно, есть уже желание, коллективное некое обращение сделать, что мы вот хотим на центральном рынке. По-моему, это ведь еще не было. — Да, вот с объединением очень сложно, пока у нас как-то все сами по себе стараются, какие-то варианты выходы находят. Но, значит, вот я думаю, что если бы такой шаг был продиктолирован, это бы их тоже здорово поддержало, даже в плане позитивных новостей. То есть они бы всегда знали, что, да, такая площадка есть, им там рады, их там готовы принимать. И это было бы, ну, как бы… От этого, мне кажется, польза точно всем. А когда там, ну, вьетнамская шайба, я не знаю, для кого это польза, вот, в ее существовании на территории города Кирова. Кто выгоду от этого получит? Давайте сейчас перегляемся на небольшую рекламу. Я напомню, что это особое мнение Лева Шварцблата, директора Института Бизнеса. Полторы минуты, и мы вернемся. Продолжается особое мнение. Меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии Лев Шварцблата, директор Института Бизнеса. Собственно, о предпринимателях я предлагаю продолжить говорить. Как известно, с 1 января 2015 года вступила в силу норма о том, что у впервые зарегистрированных ИП, зарегистрированных по упрощенной системе налогообложения, либо по патенту, есть возможность в течение двух лет быть освобожденным от уплаты налогов, то есть налоговая ставка нулевая. Вот сейчас данный вопрос рассматривается губернатором Кировской области. Возможно, решение по этому поводу, предложение вернее, будет вынесено на следующем пленарном заседании областного ЗАГСобрания, которое состоится, как известно, в марте уже, то есть в наступившем месяце. Вот эта нулевая ставка, если она появится, насколько это оживит предпринимательскую деятельность? Ну, конечно, это такой шаг в правильном направлении. Тут опять какая сложность получается. Значит, вот про него давно говорят, и меня уже несколько раз спрашивали предприниматели, что мы слышали, что, значит, оно вот, так сказать, там гонят-гонят-гонят, у людей складывается ощущение, что это уже действует. Значит, вот, если сейчас опять примут решение, что вот, ну, несвоевременно, нет возможности бюджета, то есть лучше бы тогда не заводили разговор, потому что опять мы получаем место позитивное, но все мы получаем резко как бы негативное. То есть и все, кто там на что-то рассчитывал, они опять как бы получают лишний сигнал государства, что нет, ребят, значит, легально работать не надо, вы где-то там в тени, вот там вы и находитесь. Вот это, конечно, будет очень большой минус. То есть если уж начали говорить, надо доводить до конца, каким бы потерям это ни проводило, потому что самое как бы неприятное – это непоследовательность, это шараханье. То есть если мы выбрали такую линию, нужно по ней идти. Притом, ну, так сказать, там закон, значит, там, значит, не знаю, какой редакции будет принять, но, скорее всего, что там невозможно будет проработать два года, закрыться, ну, то есть какие-то, наверное, меры так будут, да. Тут всегда есть такая опасность, что кто-то откроет новых и на них переведет, ну, значит… — Вот именно там формулировка, да, настораживает впервые зарегистрированная. — Ну, потому что если человек уже был… — А не вновь, да, зарегистрированная. — Да, только те, кто никогда еще не был предпринимателем. Вот, и там какие-то, наверное, ограничения будут по этому поводу, вот, но мне все-таки представляется, что даже более было бы важным в нынешней ситуации у нас, значит, вот, ну, это касается, конечно, предпринимателей. Знаете, это все микробизнес, да. У нас все-таки там основные налоги платят, это, ну, юридические лица, там, участвуют с ограниченной ответственностью, которые производством занимаются и так далее, там, где, значит, ну, какое-то количество людей работает. И для вот этой категории предпринимателей, конечно, самое, там, тяжелое время — это взносы на фонд оплаты труда. Они совершенно неподъемные сейчас, то есть, там, с каждого рубля нужно заплатить 13%, ну, по сути, заплатить работнику. Ну, это НДФЛ, ну, это все рассматривают как, как бы, значит, налог, да. И еще предприниматели платят 30% с фонда оплаты труда, там, пенсионный фонд и другие фонды. То есть 43% в очень сложности нужно заплатить, чтобы заплатить работнику зарплату. И 30%, конечно, очень много. Сейчас говорят, там, о снижении, значит, упрощенной системы 20, до 14, то есть, я бы у всех снизил до 14, или, может быть, даже до 10. О чем вы обосноваете? Ну, потому что, вот, в нынешней ситуации, значит, когда, там, доходы падают, значит, ну, реально у многих очень нет вообще возможности выплачивать. Они начнут, ну, там, уходить опять в конверты. Да, и мы вернемся вот тогда к 90-м годам, о чем мы с вами говорили в самом начале. Вот. Дефицита пенсионного фонда это не решает. Легализацию, развитие бизнеса это очень сильно тормозит. То есть этим мы бы дали очень сильный толчок, позволили бы развиться, и за счет, ну, просто увеличения количества бизнеса легально работающего и объемов, мы бы, по сути дела, получили бы те же деньги в перспективе, но, так сказать, там, с увеличением вот доли малого бизнеса в экономике. То, чего сейчас у нас нет. И вот это, мне кажется, был бы очень важный шаг. Ну, про него говорят, но как-то не так громко, и все время то говорят, опять то не говорят. Мне кажется, это вот было бы самым действенным, что могло сделать правительство в этом году. – Давайте еще немного про розничную торговлю. Как известно, у нас обострение ситуации в городе случилось, связанное с нестационарными торговыми объектами. Киоски, которые не попали в схему размещения, начали на прошлой неделе отключать от электричества. Ассоциация защиты прав малого и среднего бизнеса проводит бессрочный пикет с воздания городской администрации. Полиция, в свою очередь, заявила о том, что намеревается закрыть 85 киосков торгующих спиртосодержащими жидкостями. Вот уже долгое-долгое-долгое время мы говорим об этом, и не можем не прийти ни к какому консенсусу, в конце концов. Он возможен вообще на ваш взгляд? – Ну, понимаете, значит, если… А мы знаем, что такие случаи есть, когда действительно в каких-то лальках, в дистанциональных троих объектах, спиртосодержащую жидкость продают. Такие факты есть. Как с ними прийти к консенсусу? Разрешите им продавать? То есть, в чем может быть консенсус? – Ну, естественно, нелогично, да. Их нужно бить. – Бить, да, значит, закрывать. Ну, в общем, это такая, как бы, значит, деятельность нелегальная, неправильная и, значит, обществом неподдерживаемая. Значит, и тут речь может идти только о том, какое дать время на том, чтобы те объекты, которые не попали в схему, которые, может быть, не нужны жителям, для того, чтобы они прекратили свое существование. – Ну, как известно, время такое уже давалось. – Давалось. – Несколько раз. – Ну, и надо, ну, когда-то надо в этой истории поставить точку. То есть, рано или поздно она все равно будет поставлена, да, то есть, и, значит, ну, есть какие-то там объекты, которые, там, овощами торгуют, фруктами, может быть, хлебом и так далее, там, водой. Вот они существуют, они, как бы, живут, и ни у кого никаких претензий не вызывают, да. А вот те, как бы, спорные точки, там по ним, ну, насколько я знаю, очень большую работу и полномоченный по правам предпринимателей провел. Они фактически договорились. И, насколько я понимаю, сейчас речь идет о том, что уже предприниматели не выполняют свою часть договоренностей. Но тут консенсус невозможен, да. То есть, если вы о чем-то договорились, значит, ну, дальше нужно, как бы, или выполнять свои обязательства, если по каким-то причинам это невозможно сделать, обсуждать перенос сроков, но сказать, что это все уже, значит, вот, раз у нас кризис, давайте мы все оставим, как есть, ну, нельзя. Надо эту ситуацию довести до какого-то логического завершения. Ну, там же есть уже решение суда, собственно, и судебные приставы именно занимаются. Ну, раз уже решение суда, то, ну, как бы, его надо исполнить. Других вариантов уже нет. Других вариантов нет. Остается у нас еще несколько минут. Мне хотелось бы задать вам несколько вопросов по поводу возможной заморозки цен на социально значимые продукты. Но это продовольствие, конечно же, имеется в первую очередь в виду. Российское правительство как раз таки рассматривает возможность введения в регионах максимально возможных цен на продукты, которые подорожали наиболее существенно за последние месяцы. И вот на прошлой неделе появилась новость о том, что сетевые крупнейшие магазины, российские, обратились в федеральную антимонопольную службу с тем, что они готовы заморозить цены на социально значимые продукты. Произойдет ли это? Пока неизвестно. Ну, ваша оценка возможной заморозки? Ну, знаете, антимонопольная служба контролирует сгор и повышение цен. То есть, если сети хотят заморозить, то, в общем, им можно никуда не обращаться. Все, мы заморозили. И вот у нас цены не растут. И, в общем, никакого одобрения не нужно. Все такой шаг с удовольствием поддерживают. Другое дело, за счет чего они это сделают? То есть, если, например, объективно у посовщиков цены возрастают, будут ли они тогда компенсировать эти цены, уменьшать за счет собственной прибыли? На оценки уменьшения на оценке торгового. Ну, то есть, условно говоря, производители производят сахар. Есть объективная цена производства сахара. Будет у нас новый урожай. Цена, условно сейчас говорю, получается 50 рублей. А сети должны продавать по 40. Тогда они, значит, что, должны 10 рублей компенсировать из прибыли от продажи других товаров? И какое время они смогут это сделать? То есть, если есть какие-то затраты, есть какая-то цена, то рано или поздно мы все равно к ней придем. То есть, если она как бы рыночная. Другое дело, что тут антимонопольная служба должна следить, чтобы не было сговора. И, так сказать, когда там все сговариваются и на какой-то вид товаров поднимают одновременно цены необоснованно, так скажем. Вот с этим нужно бороться. А так, конечно, это замечательная инициатива, если они готовы ее, значит, осуществить. И, я думаю, что все мы, как потребители ее поддержим. Другое дело, как долго она продержится. А так, конечно, это очень правильное такое решение. И это как раз, понимаете, позитивная новость. Пусть их будет немного, но пусть они будут каждый день. — Но ведь, с другой стороны, цену-то можно заморозить и не опускать ее, а уже при этом объективно эта цена рыночная будет снижаться. И тогда торговая точка будет уже сверхприбыль получать. Возможно такая ситуация? — Конечно, она возможна. Вот она возможна. И, ну, это рынок. Это рынок, да. И, ну, при этом, значит, если она будет снижаться, да, то, ну, значит, у нас же, к счастью, торговляют не только крупные сети, да. Там много есть субъектов, которые торгуют. Значит, в каких-то точках будет дешевле. Соответственно, там потребители быстро переориентируются. И, я думаю, что и сети вслед за этим тоже как бы поменяют свою политику. Тут самое главное, значит, зачем нужна антимонопольная служба, значит, ведь когда происходит повышение цен? Когда у вас монопольное положение? Вот, условно говоря, если вы продаете электроэнергию или воду, почему этот тариф регулируется государством? Слушай, у меня, как потребителя, ведь, ну, одна розетка, да. Если бы у меня было, там, 10 розеток, там, значит, 10 поставщиков, и у всех разные, я бы мог в одну, в другую, в разные розетки, да. У меня розетка одна, мне какую цену напишут, я по той и покупаю, потому что у меня другой альтернативы нет. Значит, антимонопольная служба следит за тем, чтобы ни у кого не было монопольного положения. То есть, если у вас нет монопольного положения, значит, есть нормальный закон о конкуренции, вам как бы регулировать. А когда монопольное положение, вот тогда можно делать с ценами все, что угодно. В оставшиеся минуты я хотел бы вам задать вопросы по поводу текущей деятельности института бизнеса, да, чем живет сейчас институт, какие планы, какие проекты сейчас реализуются, потому что, ну, эту регулярную информацию вы озвучиваете в нашем офисе, было бы интересно, да. Вот, значит, многие, ну, задают вопрос, да, вот там, 2015 год, там, хороший ли это год для того, чтобы, например, начать свой бизнес. Вы знаете, значит, хорошее есть выражение, мы времена не выбираем. Вот мы сами живем в 2015 году в городе Киро. Какими выбираем дату рождения своего? Дату рождения, родителей, да. Поэтому, значит, можно, конечно, ждать каких-то других времен, там, 16-го года, 17-го, 18-го, но жизнь проходит. Поэтому, 15-й год, он ничем не лучше и не хуже любого другого года для тех, кто готов к тому, чтобы открывать бизнес. То есть, да, значит, какие-то ниши исчезают, но какие-то ниши мы протекли, наоборот, появляются. Поэтому, если грамотно, значит, подойти, то, в общем, ничто не мешает заниматься бизнесом в 2015 году. Поэтому у нас, значит, вот сейчас заканчивают группы, которая в программе «Право на бизнес» учится. И мы начинаем набор следующий, и с удовольствием всех, кто хотел бы собственный бизнес начать, приглашаем к себе на обучение. И, значит, вот у нас есть еще такое очень интересное предложение. Мы его, наверное, совместно с банками будем, в последнее время очень активно и со Сбербанком, и с Банком Хлынов. Мы очень много, значит, обучали предпринимателей в районах Кировской области. И, ну, вот ситуация сложная, поэтому, значит, вот от них, значит, от многих районов есть запрос на повышение квалификации. Мы на апрель такую программу запланировали. В нескольких районах Кировской области будем проводить. Если нас предприниматели в районах слушают, то вы тоже обращайтесь, мы готовы у вас такую программу тоже, значит, провести. — То есть это будет какой-то выездной десант, занятия будут проводиться? — Да, да, да. По таким вот темы более-менее, там, значит, сформулировали, по которым поступает запрос, который мы считаем самым актуальным. И по ним, то, что связано со стратегией, с сервисным обслуживанием, с качеством обслуживания, такие программы будем проводить. Ну и с подрастающим поколением, значит, вот у нас сейчас начинается Олимпиада по предпринимательству, и все школьники с 14 до 18 лет могут в этой Олимпиаде поучаствовать. Вот у нас проект в городе Тире, в котором мы уже много раз с вами обсуждали школьный бизнес. Мы там уже вот конкретно работаем в школах. И я думаю, что у нас весенние каникулы, будет весенняя бизнес-школа. То есть мы всех школьников приглашаем, кому интересно, значит, узнать про бизнес, приходить к нам. — Ну и более подробную информацию, я думаю, можно найти на сайте Института бизнеса. — Совершенно верно. — Безусловно, да. — Спасибо. Завершается время программы «Особое мнение». Я благодарю Льва Шварцблата, директора Института бизнеса. Спасибо большое. — Спасибо вам. — До свидания. — Спасибо.